День Победы – это день тех, кто подарил нам жизни мирное небо над головой. Тех, кто, не жалея себя, защищал нашу страну и народ. Этот великий праздник посвящен им, ветеранам и героям войны. Сегодня со слезами на глазах и памятью в сердце встречает 77-ю годовщину Победы Геральд Самойлов. Он занял свое место на трибунах одним из первых и тут же собрал вокруг себя сослуживцев и молодежь. Ветеран рассказывал им о подвигах своего отца, а также о том, как много лет назад еще мальчишкой встречал свой первый День Победы. Это праздник для души, как песни поется, со слезами на глазах. Потому что здесь отец от начала до конца, он выполнял очень большую работу. Выполнял, можно сказать, был... Он освобождал Новороссийск, врывался туда. И это... В общем, короче говоря, я вместе... Они все собирались, как бы, когда на боевое задание. И я в этой комнате был, и все слышал, и плакал. Параду готовятся не только ветераны, но и участники торжественного марша. И, конечно же, боевая техника. Подготовка к параду начинается заранее. Подготавливаем внешний вид, внутренний осмотр производим, конечно, чтобы порадовать жителей города, так как это очень серьезное мероприятие для нас всех. Я участвую в первый раз в параде. Для меня это очень важно, так как это память о всех тех, кто защищал героически, особенно в таком героическом городе, как Севастополь. Среди нескольких десятков единиц боевой и вспомогательной техники есть интересные экземпляры. Например, тепловая машина. Она предназначена для дезинфекции военной техники, сооружения, а также целых районов. Кроме того, она способна создавать дымовые завесы. Но главная изюминка этого спецавтомобиля – то, что на нем установлены реактивные двигатели. Ровно в 10 часов утра командующий парадом Сергей Пинчук отдает приказ о начале парада Победы. По традиции парад войск открывает знаменная группа. В руках у военнослужащих копия знамени Победы и флаг Российской Федерации. День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Это наша память, наша основа, наша вера в торжество справедливости, в победу добра над злом. Все, что есть в нас, то, какие мы. И что мы сегодня можем ответить на новые вызовы. Родилось тогда в Горниле, где ковалась победа. И бережно передано от поколения к поколению. Севастополь – город, где чтут память героев, отстоявших нашу свободу. Отстоять свободу готовы и те, кто сегодня маршировал по главной улице города-героя Севастополя. В этом году мимо трибун с троевым шагом прошли больше 1300 человек. Это военнослужащие, частей и подразделений Черноморского флота. Личный состав МЧС, МВД и Росгвардии. Курсанты Высшего военно-морского училища имени Нахимова, а также юноармейцы и кадетский корпус. Участвовали в параде женщины-военнослужащие, частей и соединений Черноморского флота. Мужчинам в брюках удобнее, безусловно, но все тренировки и все репетиции проходят исключительно наравне с мужчинами. Нет никаких поблажек, то есть военнослужащие есть военнослужащие. Мы чтим память наших предков, которые подарили нам мирное небо над головой, которые позволяют нам сейчас жить в такой прекрасной стране. Поэтому, конечно, когда мы стоим в парадной коробке, встречаем командующего, поздравляем наших ветеранов, мы испытываем огромную благодарность. После прохождения пеших колонн мимо трибун поехала боевая специальная техника Вооруженных сил России. Традиционно механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34. Тот самый, что 78 лет назад принимал участие в освобождении Крыма и Севастополя. В этом году по центральным улицам Севастополя он проходит уже в пятый раз. Сразу за одним из главных символов победы проследовали еще 40 боевых машин. Это бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тигр» и береговые ракетные комплексы «Бастион». Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных и береговых целей в условиях инстинсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Увидеть парад победы своими глазами и почтить память героев войны пришли тысячи севастопольцев и гостей города. Краснодар, Симферополь, Керчь, Санкт-Петербург, Москва и многие другие города. Наши необъятные встречали колонны военнослужащих с улыбками и слезами радости на глазах. Мы приехали из города Краснодара, здесь у нас сын военнослужащий, мы решили посетить как у себя в городе, так и здесь посещаем парад. Это, я считаю, как бывшие военные, это мы долг донуть уже, почтить прадедов, дедов своих. Нет, я сама севастопольская, у меня отец, боевой офицер, который прошел от Волгограда до Берлина. Он воевал вначале в пехоте, а потом на торпедных катерах. Папа уже умер, но я считаю, что я должна и обязана приходить сюда. И как бы у нас такая с ним родная связь, как бы я смотрю его глазами на этот парад. Душа моя поет и плачет, конечно, вспоминая о папе. И тут сын мой тоже маршировал в полиции, он служит в полиции города Севастополя. Я горжусь им и вообще горжусь нашей семьей. Мы патриоты города Севастополя. Торжественное прохождение пеших и механизированных колонн завершилось парадом ветеранов. В одном строю по улицам города прошли участники Великой Отечественной, Афганской и других воин. Подаваться и аплодисменты благодарных потомков. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.